Прикинь, зритель, ты прибёрся к кому-то внезапно, нежданно, без предупреждения, а этот человек только ещё спал с кровати и завтракает, когда люди уже заканчивают обед, 24 минуты второго, с мокрыми волосами, потому что недавно из душа, но такие с манной кашкой, я вчера купила сливочного масла и 3 раза уже его добавила, по чуть-чуть, вчера, потому что мне вдруг захотелось блин, манную кашку, сливочное масло, тоже прикольно, я его всё-таки купила, но оно уже убрано в холодильник, не покажу, и я обещала бананы с чаем, но вчера мне плодника не успелось, не случилось, и вообще банан только сегодня очистился, и Алена Овсянникова, бывший канал Алена Ом, была права, он внутри белый, хотя вот весь уже такой практически, я половинку только вынула в итоге, и вот не то, чтобы чай с бананом, ну как бы оно на десерт, вот у меня тут этот кофе, который я, наверное, тоже не покажу, это старая мельница, вчера его пила, с молоком, сейчас хочу попробовать без молока, а потом добавить молока, у меня тут атаманная кашка, как я уже сказала, и я хотела какого-нибудь варенья засунуть, но, в общем, мы, допустим, приперлись в гости, да, привет, зритель забыл сказать, привет, заходи, 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 присаживайся, ты же есть не поешь, да, а я вот поем, я как раз собиралась, ты же надеешься, не будешь, урод, смотреть, в ожидании, что я тебе что-то подкинул, при этом уверяю, что есть совсем не хочет, у меня там где-то черника была протертая с сахаром, очень вкусно, на мою кашку на молоке, с черникой протертой с сахаром, только бы сейчас не перепутать, а то у меня тут три банки, в одной ежевика протертая с сахаром, в другой черничная, черника в третьей варенье, смородиновая, у меня есть тут чистая ложечка, да, банка из-под кофе моего любимого, в следующий раз, когда припрешься в гости, прихвати вот это, тогда тебя одарят положительным взглядом, и не будет нотки недовольства, я не знаю, как вы, ну, я, конечно, не против гостей, но не всегда незваные гости к месту, вот иногда вы сползаете, скрываете, есть, пытаетесь спокойненько, так ослабленно, после ночи скандрейта, с мигренью со вчерашнего вечера, и думаете, то ли сначала съесть таблетку, поесть, то ли сначала поесть, а потом вдруг голова пройдет, у меня еще там в термосе, мной микшированный сбор из плодов всяких, если не забуду, то открою заодно пререкламу, а если забуду, то может потом как-нибудь отдельно пререкламу, ну, короче, вот приходит к вам человек, у меня просто иногда такое было, что и в 6 утра ко мне однажды один долбанутый животный приперся, ну, или так вот внезапно приходит, и по большей части человеку, скорее всего, что-то надо, у нас принято камень в предыдущий мукбак, где мне там кто-то писал, что я в людях не добираюсь, и, наверное, удивлялись, почему я там что-то всем ударю, когда прихожу, у нас принято, что если приходишь в гости, то что-то с собой приносишь, ну, это не распространяется, когда, допустим, к родне приперся, да, вот тебя ждали, и так, ну, вот если идешь в гости, я помню, у меня была подружка такая, младшая, если самая одноклассная, я всегда к чаю что-то приносила, даже если совсем нет дырек, ну, ты обязан что-то к чаю принести, это у нас, ну, традиция что-то такая, вот так она и распространилась на ту мадаму, из соседней деревни, что точно так же на летом, на летний период, как на дачу приезжают, и в какой-то момент уже человек вроде долго так общался, да, что родной, что необязательно что-то приносить, как я помню, к одной своей знакомой девчонке, у них курицы, ну, как бы домашнее такое, это хозяйство мелкое, типа частный дом курицы, и собаки, там, всякие животные, ну, кошки, от кошек собак яиц, конечно, нет, как от курицы, но я носила им сухарей и скрылупу, не выкидывала, собираем собирала им, ну, после обычных вот этих куриных яиц, и однажды она мне сказала, ну, ты можешь, ты же не обязательно нам что-то приносить, именно это можешь, и так прийти, вот тут, из той серии, тут, значит, вы приперлись в гости, и без никто, и что-то вам надо, может, поговорить, может, душой постоять, в итоге вы потом соглашаетесь на выпить чайку, потому что неудобно хавать, хавать, что-то человек напротив сидит, или может даже поиграть на пианино, приперлись, а... захватите в следующий раз, смотрите, кофе. Ну, вообще, даже так, Лёлька и посылки принимает. Лёлька вообще частично стебётся на самом деле, ну, я вот что-то тут решила изменить кофе, потому что я поняла, что что-то за полтора месяца осилила эту 100-граммовую пачку, банку крепкого бусина, который мне раньше на год хватало. Я там одну треть, одну вторую чайной ложки в чашку такую кидала, а теперь уже такая конкретная чайная ложка иногда и с горкой. И решила, что надо бы эту, старую мельницу попить, и поняла, почему она мне в детстве нравилась. Вот ты и сменные овощи не отлечишь. Беру-ка я подальше этот телефон. При монтаже, когда последний мукбак на хавчик монтировала, мне так стрёмно было за свой телефон. Мало ли чё. Да, уже, кстати, вот вчера сварёная, я сегодня её подогревала, молока только добавляла даже. Вчера две деревянных ложки с горкой зафигачила этой манки, залила, ловите рецепты, если кто не в курсе, не получится комочков. Но если ещё и помешайте при этом. Залила холодным молоком, но можно водой, можно водой с молоком в деревне так делала. Ну и, короче, минут на 15 она постоит, потом на газ сунете, на медленный огонь, будете помешивать, там и через сколько-то минут она готова. Главное, не уходите в другую комнату. Я как-то так ушла и забыла. У меня каша почти сварилась. Ну, в смысле вообще, почти зажарилась. В общем, манку я вчера что-то взяла, она очень густая, вышла. Доливала молока другого, но, по-моему, 2,5 было, а это 3,2. Тоже вроде рыбинская, или что-то в этом роде. Сегодня вон тоже, кстати, да, со сливочным маслом, полностью вкусно. Главное, чтобы оно у меня не умерло, естественно, смертью. Может, половинку из него, это их 180 грамм заморозить. Я думаю, тупо мой организм решила, что не надо этого сливочного масла. Так вот, надо кофе с молоком давать. кофе без кофеина, кофе без кофеина, старая мельница, ячменный напиток. Я знаю, что в аниме, в мангах, там иногда ячменный чай какой-то заваривают. И вот по действию кофе на мой организм с молоком. Вот этот вот с молоком тоже самое. Я подумала, что надо, наверное, пока попить немножко. Вот такой... Запыток. Во-первых, с одной стороны, супер дешево, 32 рубля 100 грамм, против 380 можно по скидке найти, 500, 600, 700, то что грамм. Бусин, да, ну я обычно где-то за 500 чем-то покупаю. Во-вторых, там какие-то... Мед такие же свойства, как у меда, очищение организма, то все. Да и как-то я года 2 или 3 назад, уже не помню, когда это было, старая лёгка стала. 100 лет прошло. Короче, этот... Сейчас сказала, старая лёгка стала. И кто-нибудь в каменных потом претерется и будет мне подпрыгивать. Короче, чё-то я часто стала лёгкой. Сидела я как-то, можно сказать, практически за кассой, потому что там, в принципе, наличка только была и чеков не было, если только товарные. В магазине шмоток, который давно приказал долго жить, и пила кофе. Убрала с собой специально вот гусида какой-то. И один товарищ мне нежненько вынес мозг, сказал, что это вредно в таких количествах хлопать кофе. Я решила, что, наверное, надо правда вспомнить эту мельницу, раз я её всё-таки нашла. Мне как-то я её именно в Ашане и видела. Я чё-то даже просто не помню, почему я её пристала пить. Может, меня просто тогда подпустило этим кофе. Есть ячмен с лекорием, а есть просто ячмень. И вот ячмень просто, он мне больше нравится. Как там это всё? Так, наверное, полнота убрать. Такс, и это убрать. У меня тут ещё несколько морковных конфеток жило, но я же обещала этот бананчик с чаем попить. Кафейный напиток. Тоже наоборот. Интересно, как оно на самом деле по объёму? Ну, если вот варенье туда положите, а не едите с толком кофе. Надо новую лодочку. Когда я ела банан с чаем, он был всё-таки более мягкий. Не знаю, что с ним не так. Вот этот я вообще елею, его отцебачила, чтобы снять шкурки. Вот здесь тоже очень мягонькое. Видимо, он должен быть совсем-совсем чёрным, чтобы был совсем-совсем мягким. И вообще, у меня сейчас в сушилке сушатся бананы. Я тут 4 штуки купила. По-моему, я их обозревала, но ещё, наверное, не смонтировала. Ука бананая. Маленький кустик. Так вот, говорят, что чтобы мигрень прошла, надо вдолбить в себя. Ну, в смысле, засунуть, заставить себя съесть и перезрелый баланс. Это мне соседка по тому магазину сказала в своё время и говорила, что у неё всегда в холодильнике или где-то там в загашнике лежит перезрелый банан на случай мигрени. Кстати, намного вкуснее, чем просто обычный банан прикусывать. Конечно, жалко, что она не стала такой кашей. Это вам хотело покрыть такую конкретную банановую кашу. Когда очищаешь, он здесь вообще вот такой. Всё только ложкой есть. А тут приходится ещё и отламывать этой ложкой. Но он, кстати, слаще становится, когда вот такой тёмненький. Что у меня в термосе двухлитровом советском или трёхлитровом хрену знаю, сколько он. Я вчера рука устала держать чайник и в ожидании, когда же уже наполнится эта бочка обердонная. Сушёные, значит, плоды шиповника, барбариса, чёрная рябина, красная рябина. Ну, красная рябина обычно называется просто рябина, а чёрная рябина ещё известна под названием арония. А чё у меня там есть чай? Зелёный, который типа сенча, китайская, на самом деле вообще как какой-нибудь держал и ставлю зелёный чай, про который забыли, он лет пять пролежал. Как бы ещё ничего пить можно, но уже есть такой пересушенный вкус. Обескушенный вкус. Обесцвеченный вкус. это, наверное, будет короткий мукбак. Он тут завтра как бы. Мне там ещё ролик монтируется. Ну, в смысле, я до середины дошла, поставила флажок, чтобы знать, откуда дальше смотреть и вырезать, и выстригивать. Я вообще сегодня много чего напланировала, но у меня управление с телефона, я не смогу показать вам, прочитать этот тадоист, но я поняла, что я очень устала, потому что вчера-то я как-то тормозила, устала, и... Ну, я хотела восемь лечь, спать, но позвонила человеку, а человек, сказать, что я вот типа спать ловлю, типа не звоните мне, если будешь звонить, почему от рукой не берут, дрыхну я. А человек говорит, что я тебе через 25 минут приду? Через полтора часа пришёл. Человек же мужского пола, но это не факт, что это именно мужчина был, да? Ну, я в общем думаю, надо яблоки порезать на сушку, а то они уже два дня обедные лежат. Некоторые из них пришлось тупо выкинуть, и победа. И я думаю, пока режу, чтобы не уснуть, и я в таком апофеозе была вообще. Я срезала, значит, ну там, чё-то отвлеклась, то ли чё-то звякнула, то ли чё-то взякнула, то ли ещё чё-то случилось. У меня, конечно, есть красивая такая штука от человека, которая, ну, в общем, я ей чё-то с ноутом помогала, она мне помимо монетку скинуть ещё вот долго помогала. Задарил вот такую салфетницу. Не очень удобная, но зато красивая. Ну, чё-то у меня эти салфетки лежат в пачечке. Как-то видно было, да. ну и в общем, чё-то я отвлеклась, то ли, я не помню уже, чё отвлеклась, я подхожу к этому, к столу, значит, от раковины, думаю, блин, а я хоть яблоко, неужели? Я его выкинула в помойку и, думаю, всё переискала. И смотрю на это, и на досочке, на маленькой лежат, значит, на бамбуковой. Я, кстати, хочу ещё какую-то досочку, но это это. Если вдруг кто увидит и посмотрит такое лёлька. Я решила тебе, решила, мы решили тебе задарить кофе и эту досочку. Вот ещё досочка бамбуковая. На ней лежат четыре кусочка яблока, которые, как бы, символизируют, показывают, что это всё остатки от яблока, то, что он, то, после чего начинается грызок. Для меня доходит, что я уже её уделала. Такая вообще дикая россиянная. Сегодня, значит, в последний раз, на пять раз мне хватило этой баночки с вытяжкой из какой-то капусты, потому что баночка будет остыть, под пищица, а не сезон, вот эта чёрная баночка такая. Алисимустаеваешь, или как там её называют. И я, значит, как бы голову помыла, тушку помыла, башечку, перед тем, как помыть тушку, душу сейчас в руку так повесила, намазала этим бальзамом, думаю, ну, причём я, кстати, мазала её так, как там написано, за 10 сантиметров от начала волос, и последние два раза, три точнее даже, мазала вот так вот, ну, уже поверх. Тут у меня вышла вообще маска, потому что не знаю, сколько там времени, прошло минут 7-10 точно. Я, значит, вылезла из подуши, стала вытереть голову, думаю, что-то странно как-то. Чё ж не так-то? Неужели я не смыла этот бальзам, да, с лапами? И понимаю, что действительно не смыла, и понимаю, что надо обратно подушь залазить, благо, что тушку не выверла, и смывать, потому что так просто смыть уже не получится. Была уже вся вот в этом бальзаме, на неё залезла, смыла. И поняла, что моим мозгам надо отдыхать. И то, что я сегодня напланировала, не совсем катит. Сейчас, кстати, попью того отварчика. Термосики. Так что, пишу наконец. Если вдруг слышите, то воет в ночи собака, как будто режут, её завивается, уж не помню. Ну, короче, по-моему, из касты право. Ну, воет не в ночи собака, всё же воет. Соседская собака на потолке. Не знаю, у них там ребёнок мелкий, куда они сидели, ещё она воет. Мне кажется, собаки воют, когда вот, ну, никого дома нет. Вот если этот ролик выйдет в эфир, значит, этот тварь можно пить. И он вполне себе настоялся, там этот шиповничек надулся, рябинка. Надулась этот самый, чёрная рябина тоже надулась. И барбарисик потерял цвет. а если не выйдет, значит, люди не повторяйте этого. в принципе, тогда и не узнаете, что тут было. как бы показать-то. Я при монтаже увижу, было бы, или видно, как там, какого цвета оно лилось. Ну, вообще, вот оно тут. Слегка смахивает на один из чёрных чаёв. Индийский, там, китайский, не знаю, какой, кеньский. А как же черепушка-то болит? Причём, она как бы не так вот болит, что вот надо срочно таблетку слопать, да? И не сильно опоясывающая боль, она какая-то слегка давящая, такая мягкая, она говорит. Гречё. Я боялась, что будет очень кисло. Но, с другой стороны, тут только шиповник, ну, как бы, два к одному, и барбарис же, он, в принципе, мелкий. Я не знаю, сколько там уже, ложки три, наверное, на столок, туда фигакнул вчера. На эти два-три литра, три-два, наверное, тут я хрен знает. Люди, у кого сохранились такие советские термосы, скажите мне, сколько в нём литров? Я тут в саду об шар, который мне моя падрочка подарила, обсобачила всю застёжку и серёжки. Она всё время зацеплялась и хотела эти серёжки поменять. Ну, короче, другие вставить, но что-то пока руки не дошли. У меня даже вчера почти температура была 36,8. И ничего. я думала, для тех, кто любит послаще, надо положить сахаром. Так вот, я сушу бананы. Я их зафоткала, 4 штуки у меня там и поставила ролик какой-то тётки с одноглазников увидела, с Яндекса, с телефона, короче. У неё другая немножко сушилка там какая-то, она крутит, крутит, там электронное что-то выставляется, садут быть. Но на самом деле пока это ещё не 50, потому что у меня там три слоя лежит яблок и стоит он у меня на максималке 75 грн. Что-то у меня это максималка на ней. Вот такие вот противешки. Сейчас тут помидоры просто. Потому что мне надо, ну, как бы надо было этот противешок, что-то я хотела у него положить. Мне оказалось очень много в итоге. Надо его то же помыть будет, то он уже липкий весь. И четвёртым слоем лежат эти бананы. Я думаю, пока до них эти 75 градусов дойдут, как раз 50 и ставим. Пол первого их поставила. Посмотрю, что будет. Сначала думала купить, сходить в магнит. Я сейчас бананы по 48, что ли, килограмм. 48 рублей килограмм думаю закупиться. А потом думаю, хрен знает, как оно там. Во-первых, лежит там два месяца хранится. Я почитала эти бананы, сушёные. Все сразу я их точно не схомячу. А я люблю забывать про иду, думаю, попробую тестово, что выйдет. Я совершенно случайно в голову клюнула, что можно погуглить, как бананы сушат. Можно ли сушить бананы дома. Могните там по скидке, не по скидке, фиг знает. 200 грамм пачка, 88 с копейкой продаются. Грубо говоря, 44 рубля 100 грамм. Она будет потом взвесить исходные, сколько весили эти бананы без шкурки и потом сколько они весили в высушенном виде. Посмотреть как. Я думаю, всё равно выгоднее покупать и сушить, чем искать, потому что сушёные бараны я не всегда нахожу очень редко вижу их. Магните увидела в начале лета. Но что-то у меня тупо денег не было, потом деньги появились, ну как бы лишних. И я пришла, думаю, блин, я же бананы всё хотела купить, думаю, если они там надо купить. А они уже вдруг по скидке. Вот я с человеком вчера посоветовалась, я говорю, хочешь вот этого сбора, дам, нет, мне сейчас не надо, говорит человек. Я говорю, думаю, заварить его вроде как. Но обычно считается, что если делаешь эти заготовки, то раньше там наступление снега и их не лопаешь. Потому что ну как же на зиму заготовки, да? А тут ну как бы осень-зима-весна, витаминные всякие сборы мне дали добро, типа почему бы и нет. А я решила заварить, думаю, почему бы и правда. В этом году у меня очень мало случилось всяких сборов. Большую часть, две трети этих растений я вообще не смогла собрать по разным причинам. По большей части из-за дожа, потому что как бы деревня и не попадала именно в это время. Я думала, что попаду, но не успевала. Майва у меня только прошлогодняя в этот раз. Липа вообще позапрошлогодняя. Потому что в прошлом году я приехала уже поздно было. Как-то прошло почвало. А в этом году чуть-чуть совсем собрала вообще между дождями. Думаю, надо будет отдельный ролик все-таки записать, потому что не все люди, допустим, кто-то любит всю эту требуху по травам, по растениям, но при этом не смотрит от тихавчики на камеру. Ловите момент. От своей бабушки узнала. А я еще тогда думала, почему так вот соберешь в одно время вроде все ништяк, соберешь в другое время как деревяшка. Липу можно собирать вот эти соцветия в период, когда жарко-жарко, вот она цветет, значит, такая конкретно засушливая жара. Если пошел дождь, то всю пыльцу смыла, пчелы уже ничего не соберут, и ее собирать людям бесполезно, даже если высушили, все вроде как заварили. Эффекта, во-первых, лечебного не будет, во-вторых, ну, там может какой-то очень минимальный будет эффектом, одна сотая процента, одна сотая десятитысячного, ну, как-то так, в общем, 0,00001 каких-то там сотых тысячных процентов. Пусть у нее будет, как у деревяшки, запах примерно такой же пахнуть в сухом виде, она вообще не будет никак. Даже если вы снимаете после дождя, и кажется, что ой, тоненький ароматик все-таки есть, это вот там, ну, чуть-чуть вот там совсем осталось, а может на что-то не попало, на какой-то цветочек, но он там где-то наверху или внутри дерева, говорит, прикиньте, я тут пахну весь такой крутой. Надо собирать исключительно до дождя, по жаре, когда вот именно, ну, я не знаю, бывает же тогда в июле, так вот, в середине июля цветет, что такая конкретная засуха, в общем, когда нет дождя, когда такая конкретная жара, даже если не очень жарко, тупо нет дождя. При сухой погоне, короче, надо собирать пику. Вот в этом году не случилось у меня, потому что был дождь. Так что, если вдруг вам в этом году кто-нибудь пытается втюхнуть липовый мед этого года, он липовый в кавычках. Ну, вот говорят, что липовый, вот это, как бы, в переносном значении, вот именно то самое значение и будет. В этом году, кажется, тоже что-то было вроде как дождливо частично, и просто я не успела на тот момент, когда она именно цвела без дождя, при этом, и приехала, когда она уже так окуплилась. Ну, в смысле, уже перестала цвести. Ну, как бы, у меня никаких заказов на сборы нету, с людьми, которые раньше у меня просили сделать сборы за монетку, либо вот так, либо бартером, я не общаюсь, мне лично хватит. Я хочу в этот раз тоже составить список, как для этого делал стабильно. Что у меня есть, ну, как бы, что у меня есть, я этим пользуюсь, и что у меня нет, но я этим пользуюсь, в общем, то, что надо за следующий год будет собрать. Внезапно очень даже приятный. Легкая кислинка. Характерный вкус такой шиповниковый при этом. Барбарис, кстати, вот если заваривают, допустим, одну рябину или какой-нибудь боярышник брать, какую-нибудь красную, ну, просто эту красную рябину, да, боярышник, допустим, и шиповник, то такой сильной кислинки не будет. Если добавить туда еще барбариса, или даже вместо шиповника барбариса, вот, да, такая конкретно ощутимая кислинка. шиповник, я думаю, надо заканчивать. Это я сейчас все равно не осею. шиповник, все равно проще, и пока. Пока!